Датирование – это важнейший элемент любых исторических исследований, особенно в археологии. Для наиболее достоверного датирования привлекают радиоуглеродный анализ образцов органики в лабораторных условиях. Радиоуглеродный анализ и датирование образцов органики основан на получении информации о концентрации радиоизотопа углерод-14, который растения и деревья вбирают в себя за время жизни из атмосферы. Изотоп С-14 имеет период полураспада 5700 лет плюс-минус 3 года. Причем в первых опытах получали значение 2700 лет и 4000 лет, затем была принята цифра 5568 и плюс-минус 30 лет. Основные изотопы углерода на Земле это С-12, С-13, а С-14 содержатся лишь триллионные доли процента. Углерод-14 образуется в верхних слоях атмосферы под действием космического излучения азота. Далее углерод-14 окисляется в воздухе до углекислого газа и усваивается растениями, деревьями, животными. В среднем в год в атмосфере Земли образуется около 7,5 килограмм радиоуглерода при общем его количестве всего лишь 75 тонн. Это ничтожно малая масса. Углерод-14 распадается наполовину за 5730 лет. Два периода полураспада будет 11460 лет. Этот метод датирования был предложен химиком Уиллардом Либби в 1946 году. За это он в 60-м получил Нобелевскую премию по химии. Предельный возраст образца, который может быть точно определен этим методом, 55 тысяч лет. Возможно, этот метод определения был бы идеальным, если концентрация СО2 в атмосфере была бы стабильной на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Потому что чем больше концентрация СО2 с обычными изотопами углерода, тем меньше концентрация углекислого газа с радиоактивным углеродом-14 в общем фоне попадает в траву и деревья на Земле. К тому же образование С-14 в верхних слоях атмосферы тоже не константа. На этот процесс влияет солнечная активность, космическое излучение. Последнее вообще нельзя предсказать. Иногда космические лучи провоцируют магнитные бури на Земле сильнее, чем вспышки на Солнце. Рассмотрим эти процессы более подробно. Смотрим на колебания содержания СО2 в атмосфере. Это не константа, и эти данные невозможно наложить на данные о возрасте образца по радиоуглеродному методу, поскольку изначально он известен лишь примерно усредненно по примерной датировке культурных слоев, где образец был найден. Вот, к примеру, детеныш мамонта в Красноярском краеведческом музее. Такие провалы в концентрации СО2 были постоянны, что за катаклизмы могли их порождать. Несколько лет назад японский ученый Фусамияки изучал отдельные кольца деревьев и обнаружил резкий всплеск содержания углерода-14 в 775 году и 993. Это назвали событиями Мияки. Выдвигают версию, что это солнечные вспышки того периода. Например, подобные мощнейшие вспышки на Солнце класса Х-17 было зафиксировано 28 октября 2003 года. То есть вспышки на Солнце и иные всплески космических потоков радиации приводят к увеличению концентрации С-14. Также влияет место и широта рядом с вулканом, на экваторе или в Заполярье. Все это тоже имеет значение. Есть места выбросов диоксида азота, не связанная с промышленными центрами. Если провести радиоуглеродный анализ травы растений в городе у дороги, то ее возраст составит, внимание, сотни тысяч лет. Почему? Да потому что С-14 в нефти, сырье топлива для автомобилей, ничтожно мало, а придорожная трава напитана этим углеродом из СО2. Изотоп углерода-14 образуется в основном в атмосфере. Если у вас не примут образец на анализ, если вы не сообщите примерно, к какому периоду он относится и в каком месте найден, то его и не смогут отнести к нужному периоду. Вот, к примеру, концентрация радиоактивного углерода С-14 в атмосфере очень резко выросла после начала воздушных ядерных испытаний, 1965 год. Другой проблемой этого анализа является то, что после окончания цикла жизни организма его ткани не обязательно выходят из углеродного обмена, они участвуют в процессах гниения, диффузии и окаменения, замещения элементов. На эту тему есть более подробные работы про ошибочность радиоуглеродного анализа и его базовых постулатов и аргон-аргонового датирования. Например, есть такие исследования, что сухопутные растения могут полностью переключаться на корневое углеродное питание и тем самым снижают концентрацию С-14 в своем элементном составе. Другие исследования говорят, что бактерии, которые живут в почве вокруг корней растений и деревьев, умеют усваивать метан, который выходит из болот или просто дегазирует в этом месте. Известно, что у деревьев и растений с этими бактериями симбиоз, а в метане С-14 практически отсутствуют. Этим процессом занимаются метанотрофные бактерии, группа микроорганизмов, способные использовать метан в качестве единственного источника как углерода, так и энергии. Также С-2 и С-О могут выходить из земли в процессе дегазации. Например, в Африке есть смертельные озера, из которых выходит С-О, и все животные и даже люди погибают. Этот процесс также влияет на концентрацию С-14 в органике в конкретном месте. Ведь если в атмосфере больше обычного нерадиоактивного С-О2, то деревья больше накопят обычных изотопов углерода и меньше радиоактивного углерода. А вот еще интересный факт. Аральское море в размерах до 1970-х появилось около 17,5 тысяч лет назад. Этот вывод был сделан на основании серии радиоуглеродных дат по раковинам моллюсков и по раковинам остатков, которые не подвергались переотложению. Но немного позже другие археологи нашли на высохшем дне Аральского моря остатки поселений, которым не больше нескольких сот лет. Получается, нужно либо пересматривать радиоуглеродный метод анализа, либо всю историю. На Земле много регионов, где концентрация С-О2 в атмосфере совсем не связана с промышленными центрами и плотностью населения. Это говорит о том, что ученые не учитывают выбросы С-О2 вулканами и просто при дегазации из недр вместе с водородом, а это огромные объемы. Итак, в радиоуглеродном анализе не учтены многие переменные факты из прошлого, которые нужно привязывать к конкретному месту, учитывать многие биологические процессы иного накопления С-О2. Нужно учитывать дегазацию из недр. Все это приведет к удорожанию метода, который и так не является дешевым и быстрым. А пока датировку по радиоуглеродному методу трудно назвать не то чтобы неточной, а вообще приемлемой. Вот известный пример, который показывает, мягко говоря, неточность ошибок в измерении датировок. Рано утром с секретной базы ВВС США, расположенной в Гренландии, в воздух поднялись шесть истребителей Р-38 «Лайтинг» и два гигантских бомбардировщика Б-17. Это было 15 июля 1942 года, и самолеты направлялись на британский аэродром для участия в сражениях против фашистской армии. Самолеты летели над полярными льдами на восток, когда попали в снежную бурю. Летя вслепую, они услышали, что их первая запланированная остановка в Исландии для перезаправки горючим была отменена. Это заставило их направиться обратно на базу. Приближаясь к базе с небольшим запасом горючего, они обнаружили, что та также закрыта. Пилоты понимали, что им ничего не остается, кроме как разбиться в ледяных просторах восточного побережья Гренландии. Аварийная посадка самолетов Р-38 с убранным шасси была единственным выходом из сложившейся ситуации. Во время приземления носовое колесо первого самолета ударилось о расселину в леднике, в результате чего самолет подпрыгнул. К счастью, удар по фонарю кабины 8-тонного Р-38 самолета смягчился снегом, и повреждения пилота оказались незначительными. После удачного приземления первого самолета остальные члены эскадрильи стали снижаться, убрав шасси. В результате приземления самолеты лишь слегка пострадали. Все члены эскадрильи остались живы и здоровы и примерно через 10 дней были спасены. Однако самолеты были оставлены на месте приземления. Шли годы, и несколько человек случайно вспомнили о легендарной потерянной эскадрилье. Но только в 1980 году стали говорить о том, чтобы спасти самолеты. Американский торговец с самолетами Петрик Эпс сказал своему другу Ричарду Тейлору, что самолеты должны быть как новенькие. «Все, что нам нужно будет сделать, так это соскрести снег с крыльев, заправить их горючим, завести и поднять в небо. И ничего более». В результате этим двоим потребовалось много лет и много денег для выполнения миссии. Было предпринято несколько экспедиций, и только после этого им стало известно хоть что-то. В 1988 году исландский инженер-геофизик с помощью сложного радара обнаружил подо льдом 8 крупных объектов. По мере того, как маленький самодельный паровой зонд проделывал во льду отверстия, члены экспедиции удивленно наблюдали, как зонд все время приходилось удлинять. Наконец, на глубине 75 метров был найден первый самолет. Ни один из членов экспедиции даже не предполагал, что самолеты могут находиться на глубине, превышающей тонкий слой снега или льда. Но и почему же они должны были думать иначе? В конце концов, у общественности сложилось впечатление, что образование ледникового льда происходит на протяжении очень длительных периодов времени, необходимы тысячи лет для образования всего нескольких метров льда. Ледяные керны – это колонки льда в Гренландии используются для датирования, исходя из предположения, что слои, содержащие разные соотношения изотопов, были отложены на протяжении многих десятков тысяч лет. Это та же уверенность, из-за которой многие люди думают, что для образования коралловых рифов, роста сталактитов и т.д. необходимы миллионы лет. И это несмотря на множество доказательств, что для образования всего этого не нужны были огромные периоды времени. Эвс и Тейлор поняли, что невозможно просто откопать или взорвать такое огромное количество льда, которое накопилось менее чем за 50 лет. В 1990 году они вернулись в это место, имея при себе простой прибор, называемый супергофер. Этот аппарат растопил во льду шахту шириной 1,2 метра и спускался со скоростью примерно 0,5 метра в час, пока не натолкнулся на крыло Б-17. После того, как аппарат достиг крыла, через рукав начали подавать горячую воду, чтобы образовать полость вокруг самолета. Оказалось, к сожалению, огромный бомбардировщик был разрушен. Расстроенные Эвс и Тейлор вернулись домой, однако спустя всего месяц они поняли, что у компактных и более прочных самолетов Р-38 было больше шансов остаться неповрежденными под таким огромным слоем льда. В мае 1992 года они вернулись. Как они и ожидали, обнаруженный Р-38 оказался в идеальном состоянии. После многих недель напряженных усилий, крылья и корпус были подняты на поверхность через огромное отверстие, сделанное с помощью гофера, а также четырех расположенных рядом отверстий. Интересно, что обнаруженные подо льдом самолеты находились в том же самом положении, в котором они произвели вынужденную посадку, но были смещены в результате движения ледников на 5 километров от их изначального места расположения. Эволюционисты и другие сторонники теории долгих эпох часто говорят, что настоящие являются ключом к разгадке прошлого. В таком случае цилиндрическая колонка льда высотой 3000 метров, полученная в ходе проекта колонкового бурения в Гренландии в 90-х годах представляла бы лишь около 2000 лет накопления льда. Если учитывать еще и сжатие ниже расположенных слоев, за 4000 лет или около того, прошедших со времен Ноево потопа, было достаточно времени для того, чтобы образовалось существующее сегодня количество льда, даже при современных, в общем-то, некатастрофических условиях. О миллионах лет все говорят неумышленно так часто, что мы бессознательно воспринимаем все природные изменения как происходящие в течение длительных периодов времени. Именно поэтому многие люди просто поражены, когда слышат такие факты, как, например, образование 180 метров слоистой осадочной породы в течение нескольких месяцев после извержения на горе Святой Елены 18 мая 80-го года. Или когда люди слышат о том, что драгоценные опалы образовываются в течение нескольких месяцев. Или что уголь образовывается за считанные месяцы в результате простого нагревания древесины. Или о том, что флаг, палатка и санки, которые были оставлены на Южном полюсе исследователем Антарктиды Амуценом в 1911 году, были обнаружены сегодня подо льдом на глубине 12 метров. Или как описанная нами потерянная эскадрилья оказалась на глубине 75 метров за нескольких десятков лет. Эволюционисты верят в то, что большинство слоев осадочных пород на поверхности Земли отложились медленно на протяжении миллионов лет. Большая часть таких слоев содержит окаменелые остатки растений и животных. Именно в этом и заключается проблема для эволюционистов. В Земле есть множество примеров, когда окаменелости вертикально проходят через многочисленные слои осадочных пород. Отсюда они и получили свое название полистратные окаменелости – полимногострата слои. Например, в угольном месторождении Джоггинс, Новая Шотландия, Канада, можно обнаружить множество вертикально расположенных деревьев, раскиданных в слоях общей толщиной 750 метров. Эти окаменелые деревья легко можно увидеть. Прекрасно сохраненные они пронизывают слои, которые предположительно откладывались на протяжении миллионов лет. Дело в том, что деревья должны были быть захоронены быстрее, чем сгнили бы. Другими словами, эти слои ни за что не могли бы откладываться медленно на протяжении миллионов лет. Дерек Аджер, заслуженный профессор геологии из университетского колледжа в городе Суонси, получивший свое образование в духе строгого лайельского униформитаризма, описывает эти окаменелости следующим образом. Общая толщина британских каменноугольных слоев составляет примерно тысячу метров. Если предположить, что они откладывались в течение 10 миллионов лет при условии постоянной скорости образования осадочных пород, тогда захоронение дерева высотой 10 метров происходило бы на протяжении 100 тысяч лет, что в действительности просто смешно. Сколько же необходимо времени для образования слоев осадочных пород? Взгляните на это 10-метровое окаменевшее дерево, одно из сотен обнаруживаемых в угольных шахтах Куквилля, штат Теннесси, США. Это дерево начинается в одном угольном слое, идет через многочисленные слои и, наконец, заканчивается в другом угольном пласте. Подумайте вот о чем. Что произошло бы с верхней частью дерева за тысячи лет, необходимых, согласно эволюции, для образования осадочных слоев и пластов угля? Очевидно, что образование осадочных слоев и пластов угля должно было быть катастрофически быстрым, чтобы захоронить дерево в вертикальном положении до того, как оно сгниет и упадет. Такие стоящие деревья обнаруживаются в многочисленных местах на Земле и на разных уровнях. Несмотря на свидетельства, долгие периоды времени, необходимые для эволюции, втискиваются между слоями, чему нет никаких разумных объяснений. С другой стороны, если дерево высотой 10 метров было захоронено на протяжении 10 лет, это означало бы, что за миллион лет отложились бы слои толщиной в тысячу километров или 10 тысяч километров за 10 миллионов лет. Это также смехотворно, и нам ничего не остается, как только заключить, что отложение осадочных пород временами происходило очень быстро, а бывали времена, когда процесс отложения прерывался и останавливался на какое-то время. Несмотря на то, что пласты выглядят непрерывными и однородными. Дерек Аджер не был креационистом. И тем не менее, он смог увидеть, несмотря на все имеющие предубеждения, заложенные еще в процессе обучения, что геологические факты указывают на быстрое погребение и быстрое образование осадочных пород. Более того, несмотря на то, что образование осадочных пород выглядит однородным и непрерывным, он предположил, что процесс образования и отложения пород должен был несколько раз надолго прерываться. И зачем было выдвинуто такое предположение? А для того, чтобы поддержать идею о том, что Земле все-таки миллионы лет. На самом деле, такое вертикальное окаменевание деревьев свидетельствует о недавнем планетарном катаклизме, называемом потоп. А отчаянное нежелание признать этот очевидный факт о сокрытии реальной истории со стороны академической науки. Я искал в интернете сколь-либо добротное фото ледового керна. Может, плохо искал, но не нашел. По моим представлениям, событие в Везувии 79-го года нашей эры, добротно разобранное по косточкам антюрам и приходящееся вне всяких сомнений на 1631 год, должно запечатлеться и в антарктическом ледовом керне. Ну и вот выудил я некоторое количество фотографий, графиков и словес вокруг них. Везде, сплошь и рядом утверждается, что в этих кернах льда хранится ценная информация о нескольких тысячах лет климатических данных. На таких глубинах в одном метре льда может содержаться информация о 500 годах. В одном метре 500 лет? Да неужели? Блестящим подтверждением гипотезы о периодических изменениях температуры стали данные, полученные при бурении антарктического льда на российской станции «Восток». Поднятый там на поверхность ледовый керн, колонка льда, имея общую протяженность 3600 метров, охватил слой льда, сформировавшийся за 420 тысяч лет. 7 пишем, 8 на ум пошло, то есть 8,6 миллиметра в год. И вот этот рекорд перекрыт. В журнале Science опубликованы материалы по изменению температуры Антарктиды за 800 тысяч лет. Авторы статьи, а их аж 32, исследователи из Франции, Германии, Дании, Исландии, Швейцарии, Италии, Бельгии и Великобритании являются участниками европейского проекта бурения антарктического льда. Если сложим в аббревиатуру, то получим ЭПИКА. Работы проводили около станции «Конкордия», расположенной в восточной части Антарктики. Это место находится в 560 километрах от станции «Восток». И хотя там также холодно, средняя годовая температура минус 55 градусов по Цельсию, погода менее ветреная. Очень важно и то, что ежегодно откладываемые слои льда тоньше, чем на станции «Восток», и нет подлёдного озера, о существовании которого, конечно, не могли подозревать те, кто выбирал место для станции. В результате, пройдя буром даже несколько меньшее расстояние 3260 метров и остановив бурение в 15 метров от скалистого ложа, исследователи получили на куполе временную развертку для значительно более длительного срока – для 740 тысяч лет. А теперь притормозим. Прошли-то практически весь арктический лед, как и на станции «Восток», но там 420 тысяч лет, здесь 740-800 тысяч лет. Откуда же взялось еще четыре сотни тысяч годовых колец? Толщина льда за год теперь получилась 4 мм? А почему, собственно, на оси графика складываются сразу эти тысячи лет, а не метры керна? Для удобства понятно. Давайте проведем простой мысленный эксперимент. Помещаем берег Африки в Северный полюс. На водной поверхности при минус 50 градусах лед начинает расти и сверху, и снизу. Отнюдь не миллиметры. Я помню, миллиметровый лед на Амуре пару месяцев ему хватило нормальных морозов. Понятно, что на суше рост льда в первую очередь зависит от количества осадков. Верхние слои керна всегда будут иметь меньшую плотность, нижние – прессоваться и течь. При этом ни о каких различимых годичных слоях на большой глубине речи и быть не может. Разве что ориентировочно. Но фактически здесь желаемое выдается за действительное. Однако возраст полярных льдов в принципе может быть определен с достаточно большой точностью при ответственном подходе. Что мы палаток понаделать не сможем, как ученые. Какой из этого всего можно сделать вывод? Представляете, какая масштабная деятельность развернута вокруг добычи керна с целью из раза в раз доказывать миру, что мы имеем историю в миллионы лет. Бурят километровые скважины, все это где-то хранится, работают институты, целые отрасли заняты в производстве оборудования. Использованы десятки тысяч человеко-часов для написания и систематизирования, хранения и преподавания заведомо ложной информации. Процесс установления исторических датировок регулярно показывается в многочисленных фильмах, передачах, публикациях. И это всего лишь одна из тысяч и тысяч фрагментов той деятельности, которую осуществляет научное сообщество для того, чтобы создавать и поддерживать эту виртуальную реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова